Александр Цедилкин выбирает самый, что ни на есть, экологичный способ передвижения. Директор экофонда рассказывает, всю жизнь занимался спортом. И сейчас, чтобы поддерживать здоровье, предпочитает ходить пешком. Каждое утро, я в пол седьмого иду в парк, похожу два с половиной километра, делаю гимнастику в цигун, а затем, значит, иду на работу, также пешком. Итак, утро чиновника начинается уже последние пять лет, мужчина отмечает. Бонус к хорошей форме – забота об окружающей среде. Меньше машин на дорогах – чище воздух. По словам эксперта, в выхлопных газах автомобилей содержится около двухсот токсичных веществ. Если мы говорим экологическое состояние города, в первую очередь, конечно, влияет это автотранспорт. Потому что, если берем большие города, значит, все-таки озеленение у нас немного поменьше в городах. А транспорта, скажем, годом становится все больше и больше. Особенно выхлопные газы, они очень токсичны и опасны. Сразу несколько первоуральских чиновников решили поддержать всемирную акцию «День без автомобиля». Кто-то добирается до работы на своих двоих, а кто-то на велосипеде. Идея акции проста – отказаться на один день от поездок на машине. Взамен можно использовать самокаты, сегвеи, моноциклы или велосипеды. Константин Каратаев уверяет, в таких способах передвижения много плюсов. Польза для здоровья, да и время экономит. В пробках, например, стоять точно не придется. Сегодня я просто решил проехать на велосипеде для того, чтобы взять своих сотрудников, сесть на велосипеды, проехать и посмотреть наши спортивные площадки, которые готовятся непосредственно к зимнему периоду. Впервые «День без автомобиля» прошел 45 лет назад в Швейцарии. Тогда, в разгар топливного кризиса, власти предложили гражданам всего на сутки оставить своих железных коней и прогуляться пешком. Сегодня акцию поддерживают во многих странах мира, проводят велодемонстрации, снижают стоимость проезда на общественном транспорте или даже ограничивают въезд машин в город. До этого в Первоуральске пока не дошло. Возможно, поэтому и людей, готовых поддержать акцию, не так много. Но с каждым годом их становится все больше.